здравствуйте дорогие друзья в эфире программа лечим правильно с вами владимир зайцев тема нашей сегодняшней программы острый и хронический гайморит гайморит он и гайморит он развился мы пролечились он исчез и мы чувствуем себя опять прекрасно понятие остроты говорит само за себя это состояние которое развивается буквально за несколько дней имеет такое торпидное молниеносное течение гайморит развился да он еще и гнойный и конечно это состояние нужно пролечить как можно быстрее и как можно тщательнее избавить пациента от гнойных выделений и надежно погасить воспаление слизистой оболочки если это состояние длится до трех месяцев то это состояние трактуется как острое состояние если это состояние проходит трехмесячный порог и длится от трех месяцев до полугода то состояние это трактуется как подострый гайморит и если это состояние длится более полугода и с ним невозможно в течение этого времени бороться то состояние трактуется как хронический гайморит Развитие гайморита могут способствовать так называемые анатомические предрасположенности Если у вас искривна перегородка носа Если у вас увеличены в размерах нижние носовые раковины Если у вас в силу каких-то причин плохо работает соустья То и вероятность гайморита высока Если плюс к этому вы еще и трусите и боитесь обратиться к лор-врачу И терпите буквально до последнего То вероятность развития хронического гайморита крайне высокая И конечно у пациентов делится жизнь до развития гайморита и после развития гайморита Поскольку буквально любое переохлаждение, любая простуда, любое ОРЗ может дать новую вспышку гайморита Как правильно лечить гайморит в клинике? Все начинается с диагностики Пациенту проводят либо рентгеновский снимок, либо проводят синуссканирование Это ультразвуковое сканирование пазух носа И говорят, это гнойный гайморит или это катаральный гайморит И при малейшей возможности избежать пункции гаймора пазухи Пациенту проводят вакуумное промывание полносовых пазух Проводят его курсом, проводят его столько раз, сколько нужно И проводят до чистых промывных вод Вместе с этим слизистая оболочка полости носа и носоглотки розовеет Мы делаем контрольный снимок или контрольное синуссканирование Видим, что воспаление пазух уже стихло И таким образом мы считаем, что гайморит прошел Но что же делать, если приходится пациенту делать проколы? Проколы в клинике проводятся, как правило, каждый день Проколы пункции гайморовой пазухи амбулаторно проводятся через день В клинике проводится лечение ежедневно, если пациент уже реально тяжелый Амбулаторное лечение проводится Если состояние и диагноз управляемый И мы понимаем, что на какой-то пункции мы все-таки достигнем эффекта положительного Когда мы полностью отмоем содержимое из верхнечелюстных пазух Но, к великому сожалению, бывают состояния, когда мы не можем промыть пазуху до конца В моей практике был пациент, которому я делал 14 пункций верхнечелюстных пазух Две недели подряд, включая выходные дни, пациенту проводились проколы И на 14-й день, получая гной, врач уже понимает, что и 15-я, и 16-я, и 17-я пункция Она будет иметь такой же эффект Вот именно в этот период нужно уже принять решение о том, что пациенту нужна хирургическая операция Как правильно называется такая хирургическая операция? Это операция гайморотомия На сегодняшний день эту операцию проводят под контролем эндоскопа Поэтому это называется эндоскопическая гайморотомия Поскольку используют специальные такие миниатюрные микроинструменты Эта операция называется эндоскопическая микрогайморотомия Эта операция позволяет уже удалить все патологическое содержимое Раз, расширить естественное соустие Это отверстие, которое есть у пациента Сделать его широким, чтобы отток гнойного содержимого был лучше 2 Ввести непосредственно в гайморовую пазуху лекарственный препарат Или специальный антибактериальный порошок Эффективный, сильный, который погасит это воспаление И механически вычистить слизистую оболочку до нормальных здоровых тканей Ничего не остается, как провести все эти манипуляции И тогда мы переводим хроническое гнойное состояние Такого затянувшегося обострения в состояние ремиссии Но, конечно, предложить пациенту операцию сразу При условии даже, что у пациента гайморит хронический Мы не вправе Мы должны вначале исчерпать все возможности консервативного лечения И в случае неуспеха Следующим шагом мы проводим микрогайморотомию Дорогие друзья Сегодня мы подробно рассказали вам об остром и о хроническом гайморите Рассказали о диагностике и о лечении гайморита Если вы увидели в этом рассказе вашу историю, вашу ситуацию Пожалуйста, не тяните, приходите в клинику И мы обязательно вам поможем Если вам понравилась наша программа Пожалуйста, поставьте лайк А если вы хотите подписаться на наш канал И получать рассылку о новых видеороликах Пожалуйста, подпишитесь Субтитры сделал DimaTorzok